Всем салют, с тобой Арчи Бальч, и великий обзор, обзор на фильмы. Ну что мои хорошие, мои пригожие, посмотрел я фильм, давно надо было посмотреть, но что-то не было времени, что-то, то дела, что-то там. Посмотрел я фильм, серьезный фильм, Крейсер называется, с моим любимым актером Николасом Кельджем, те, кто его любит, респект и, как говорится, лайк. Фильм Крейсер, это американская история на реальных событиях. Это тяжелый фильм, это военная драма, которая повествует о гибели целого экипажа, больших кораблей США. Она была в 1945 году, она унесла более тысячи жизней. Главный ролик, конечно же, Николас Кельдж, ему никуда ради него стоит посмотреть этот фильм. Дело в том, что когда он приезжал в Москву, я не успел, не успел попасть на всю вот эту вот, всю эту систему, блин, я смотрел сноудно, там еще дела бы, но все равно я не жалею. Не жалею. Мне так нечего. Что не делается, то ключ. Для этого 1945 года до конца Второй мировой оставались считанные Ниджели, крейсер ПМС США, Индиаполис, доставлять на американскую боевую базу, на остров Тюниан, боеголовную атомную бомбу. Ёбаный в рот, людишки. И вот если бы ни в ней война, ни ничего бы не было, все были бы живы, довольны. А князь жизнь, бля. На обратном леди корабль был торпедирован японцами и пошел к одному. Сос капитана Маклея не был услышан. И живые позавидовали мертвым. Что самое интересное, что самое интересное, мало того, что они, да, они затонули, но они могли выжить. Могли выжить, если бы, сука, не акулы. Где они затонули, было очень много акул. Вот чем суть. Вот чем суть, бля. И вот это вот стечение обстоятельств, что самое интересное, погубило, бля, тысячу людей. Это просто пиздос. То есть эмоционально этот фильм, конечно, не советую смотреть. Это тяжелый фильм. То есть нужна какая-то выдержка, какая-то там, такой опыт уже, опыт таких фильмов, да, тяжелых, чтобы, что человек, что человек, психика была у человека, чтобы, ну, ты мог смотреть, да, оценить трезво то, что ты увидел. Великолепная актёр, великолепная, блядь, актёрская игра всех, всех вот. Актёров все хорошо сыграли, просто вот. Ну, не приебаться. Великолепная актёрская игра, просто вот. Ну, критики, блядь, фидеррасы. Я понимаю, да, они актёлили очень хуливые, очень, всего лишь на 5 баллов. На 5 с половиной. Ну, вот, что не понравилось, все, мне срать на этих критиках. Я бы скажу своё мнение. Если ты с ним согласен, окей. Респект, лайк. Нет, блядь, где нахуй ставишь дизлайки и всё. У каждого должно быть своё мнение. Если своё мнение, базарно. Значит, пропускаешь. Лайк, не дизлайк, либо подписка. Ну, и так, как всегда, вот. Поэтому советовать фильм я буду только исключительно тем, кто любит актёра Николаса Кэйта. Только, блядь. А в основном это драма. Это драма, это тяжёлый фильм. Его нельзя просто так взять и советовать, да? Это тяжёлая военная драма. Бюджетом 40 миллионов долларов. Но смотреть надо. Смотреть надо, так как это история, это история мира. Не то, что там США, да? А история мира. Поэтому фильм от меня 10 из 10. Займи классику. Всё, блядь. Остальное не ебёт. Некоторые могут сказать, вот, блядь, сюжет банальный. Да и попу. Попу, ребята. Это тяжёлый фильм. Почусь, тебя лайк, дизлайк, подписон. Если ты не смотрел этот фильм, обязательно посмотри. И до новых обзоров. Пак видос, ребятки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok